Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. У нас в Потеряевке, в самом начале, когда начали поселенцы там осваивать землю, это было в мае, 14-го, кажется, мая батюшка приехал в 91-м году, и сразу начались занятия, собирать людей. А кого там люди-то приезжали отовсюду, от многих мест батюшки приезжали из центра России, помогали там глину месить, делали. И пошли темы, тематические. И записывал Игорь Барабаш, один только магнитофон был маленький-то. И иногда не хватало ему на это, он перекидывал на другую сторону, или как там, ну, прерванное. Видно, некоторые места оторваны. И он записал 123 беседы, 123 воскресенья. 123 воскресенья, если 4, так, 4, 123 разделить на 4, сколько будет? Ну, минимум 30, 30, это 33 года почти. Ну, да, это много, это много, 30 недель, это много. Да почему? Одна тема воскресенья, а их столько. 48 в год? Сколько? 48 в один год. Ну, да, но я-то только летом был. А, ну, тогда еще больше. Ну, надо понимать еще, ну, короче, так, по тематике отдельно. Инструмент, дорога, гости приехали, я на тему гости. Дождь пошел, дождь, заморозок. То есть, все, что здесь есть, земля, пруд, дети, голуби, пчелы, дорога, там, ну, и прочее такое. То есть, тематические были беседы на основании Библии, святых отцов, канонов церкви, житий святых. То есть, у меня это везде все вмонтировано буквально. И поэтому эти проповеди, они неповторимые, их нигде таких не найдешь. А хорошие или плохие, это уже Господь покажет. Но вот эти четыре параметра везде, в каждом занятии. Симфонии у меня не было, я все вручную искал в Библии. В Библии симфония не каноническая была, а не каноническая не было. Я заново все это выискивал. То есть, держал в памяти, ну, все буквально. И симфонии-то редко пользовался. Бог дал мне память, Бог так сделал. Вот, ну, и каноны, естественно, я должен был знать. Уже симфонии на каноны я составил самостоятельно на собор. Вот, жития святых еще мало употреблял их. И считаем, занятия по теме потерянки. Воскресный день. Сегодня считается воскресное Евангелие. Первый день недели на русском языке назван в честь победы Христа над смертью. В память Его славного воскресения из мертвых. Деяние 2.24. Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его. Моя задача людей привлечь ко Христу и усадить у ног Его. А не то, что я буду говорить и ничем, вот как мы считаем, ну, другие священники. Они вообще не указывают. Вот сейчас говорил, который там, Ермаков. Ну, неправильно слова произносят, не евангельские. Так Евангелие написано. Народ так и думает. А ты покажи глава стих. Я всегда называю, и все равно, и видно, сидят люди у нас, занятия ведут и записывают. Из города многие приезжали. В других языках этот день называется Днем Солнца. Солом 83, стих 12. Ибо Господь Бог есть солнце и щит. Господь дает благодать и славу. Sunday, зон так, по-английски, по-немецки. Зон солнца, так день. Ходящих в непорочности он не лишает благ. Это солнце любви взошло из гроба лжи. Погасило тьмы язычество из заблуждений. Матфея 4, 16. Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий. И сидящим в стране и тени смертные высиял свет. И всем говорят, запишите Матфея 4, 16. Евангелия уже были. Открывайте. Все люди привыкали. Любая бабушка, как у адвентистов, седьмого дня зашли к ним, только называют место Даниила, и только шорох в странице стоит. Все до одной с Библиями сидят. Бывшая православная, в руках не держала. А теперь она знает по-сектански. Где Даниила, там у них измызгана прямо страница порванная. Это любимая тема, как для старообрядцев, масоны и печать. Ничего языческого в этом названии нет. Если день солнца, то слово солнце пишется с большой буквы. Ибо речь идет не о небесном светиле, а о Христе. Иоанн 1, 5. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Это солнце зашло из гроба в Гефсиманском саду. Иоанн 21. Почему? Вот дальше написано. Бог есть солнце. Я как-то был, беседовал в епархии с архиепископом Енионом Докукиным. И он говорит, ну вот подарили книгу католике ему. Был, кардинал приезжал. И тут, говорит, я прочитал, что Господь, Бог никогда солнцем не называется. И зон так, когда говорят день солнца. Ну, в других языках день воскресный. Это языческое взяли. То другое. Я говорю, не так. Я говорю, Бог называется солнцем. Да вы что? А он мне вот доверял. Я говорю, 83-й Псалом, 12-й стих. Он вот такие вот на меня глаза. Это вы наизусть знаете. Я говорю, так вы же сказали, что солнца нет. Я сразу и выч... У меня перед глазами как всплывает этот стих. Это Бог дал такое. Вот где. Он открывает. Правда. Он сразу книгу закрыл. Да я ей не верю. Это мне так подарили. Мигом отрекся. Все. А то зон так, не так. Так. Бог есть солнце ищит. И так, Иоанна 20, стих 1. В первый же день недели Мария Магдалина приходит ко гробу рано, когда было еще темно, и видит, что камень отвален от гроба. Я говорю, солнце взошло из гроба в Гессиманском саду. Иоанна 20, 19. В тот же первый день недели, вечером, когда двери дома, где собирались ученики его, были заперты, из опасения от иудеев, пришел Иисус и встал посреди, и говорит им, мир вам! В году 365 дней, ежедневно в храме и дома мы читаем Евангелие. Можем ли мы находить что-то новое в этой книге для себя, чтобы и польза была, и интерес при чтении? Ответить да, без натяжки могут те, кто любит Христа более, чем язычники из своей диспуты, и видавших многое путешественников. Деяние 17, 21. Так я сказал, что больше любят, чем рассказы путешественников. И сразу, да, доказательство, где в одном месте только Библия об этом сказано. Деяние 17, 21. Афиняне же все, и живущие у них иностранцы, ни в чем охотнее не проводили время, как в том, чтобы говорить и слушать что-нибудь новое. Сираков 34, 11. Много я видел в моем странствовании, и я знаю больше, нежели сколько говорю. Среди всех чудес, знамений, подтверждающих истинность слов Христа, является его предсказание о его воскресении из мертвых. Если в это чудо человек поверил, то все остальные чудеса в Евангелии ниже по своему значению, и в них легче поверить. Вот заметь, тут даже красным выделено, это все надо было проработать. Даже больше может красным, чем ответ. Каждое слово подтверждается Священным Писанием. Евангелие от Матфея 12, 39. Но он сказал им в ответ, род лукавый, привлеводийный, ищет знамения, и знамения не дастся ему, кроме знамения Ионы Пророка. Вот здесь, дальше я поясняю две строчки, и доказательства из Библии, 8, 9, 11 строчек, 2, 11. Так может там еще даже есть. Да, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21. На две строчки, которые я говорю, 21 пояснение. Каково отношение к воскресенью из мертвых было у других народов? Это тема-то, воскресенье надо рассказать. Ответ. Деяние 17, 28. Некоторые из эпикурейских исторических философов стали спорить с ним. И одни говорили, что он хочет сказать от твоих слов, а другие, кажется, он проповедует о чужих божествах, потому что он благовествовал им и Иисуса, и воскресенье. Деяние 17, 32. Услышим о воскресенье и мертвых, одни насмехались, а другие говорили, об этом послушаем тебя в другое время. Мало ли еще об этом говорить, будем спорить о другом. Деяние 23, 8. Ибо садыки говорят, что нет воскресенья ни ангела, ни духа, а фарисеи признают и то, и другое. 1 Коринфянам 15, 12. Если же о Христе проповедуется, что он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресенья из мертвых? Вот тут ударение надо как? То как некоторые из вас говорят, что нет воскресенья из мертвых? Как? Я удивляюсь. Как можно говорить, когда вы верующие все? То есть надо выделить главное слово, которое в интонации должно резко отличаться от других слов. С напором его, с придыханием. 2 Тимофея 2, 18. Которые отступили от истины, говоря, что воскресенье уже было, и разрушать в некоторых веру. Кто верит, что тысячелетнее когда-то царство будет, они обязательно впадут в этот стих. Они рано или поздно даже и говорят, что Христос пришел в церковь, вознес. А мы, верующие, что это будет в последний день, никому не сможем сказать. Вознеслись уже, за этим времени нет. Вот чем опасна еще вера в то, что тысячелетное царство когда-то будет. Рассмотрим несколько вопросов по воскресенному Евангелию. Один евангелист говорит, что Мария Магдалина бежала, шла, когда было еще темно. Другое же, что уже расцветало. Дальше я показываю. Мы говорим о воскресенье. Мне нужно показать первый день воскресенья. Что было? Почему оно возникло? Матфея 28.1 По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гробы. Марк 16.9 Воскреснув рано, в первый день недели, Иисус явился сперва Марии в Магдалине, из которой изгнал семь бесов. Марк 16.2 И весьма рано, в первый день недели, приходит ко гробу при восходе солнца. Иоанна 21. В первый же день недели Мария Магдалина приходит ко гробу рано, когда было еще темно, и видит, что камень отвален от гроба. Видишь? Еще темно и на рассвете, при восходе солнца. Видишь, как все говорят, это же темно и на рассвете, но разница-то есть. Посмотри, что делает. Поверни туда. Володя уносит то, что ты принес. Ну да. Никита был наказан тем, чтобы ночевать ночь одну здесь, ну, в другой комнате, в которой дверь распахнута и запускал холод. Но так как он осознал это, ну, это все невоспользовано. А теперь назад растаскивает. Здесь все серьезно. Матрас-то хороший. Роман, закроешь? Прижми дверь крепко, она не отворится. Вчера интересно, Володя открывает дверь, решили так, прижать ее, и с той стороны дверью, нет, не открывается. А не засасывает ее. Ты видел? Так я это делал. А ты открывал. Ну-ну, правильно. Дальше. Еще темно и на рассвете и при восходе солнца. Это все же большая разница. Толкователи сходятся на одном, что она бегала как гробу не однажды. Она не могла дождаться утра. Препятствий было много перед ней. Мешала темнота, опасность, слабость женской природы. Женщину так легко обидеть. Женщины видели, что у гробов еще при начале субботы становилась стража римская. Нужно делать большие поправки, потому что римская стража это не сегодняшняя. Тогда была железная дисциплина. Поэтому власть эту называли железной пятой Рима. Если кто-то появлялся у охраняемого объекта, его могли без предупреждения на месте убить. Петра охраняли 16 солдат. Но ангел вывел его и Ирод казнит всех 16 солдат. Представьте, да сегодня никогда этого не будет. Преступники убежали из тюрьмы, подкоп сделали, да и никого не судят даже. Деяние 12.4 И задержав его, посадил в темницу и приказал четырем четверицам воинов встречу его, намереваясь после Пасхи вывести его к народу. И вот я сказал, казнил, а теперь я привожу, где это написано, 12 главе Деяния апостолов. Девятнадцатый стих. Ирод же, поискав его и не найдя, судил стражей и велел казнить их. Все. Мешает проникнуть в могилу камень, который был весьма велик. Что могла сделать слабая женщина? Если она не сможет его отодвинуть, а она не сможет, то зачем идти? Она же ничего не сможет сделать для достижения поставленной задачи помазать тело любимого учителя. Бежать-то ей незачем только в этом случае и при этой причине. Все равно он мертвый и ей не проникнуть в гроб и торопиться вовсе некуда. Зачем же спешить? Почему она бежала? Но она не может дождаться конца субботы и теперь рвется в сад Иосифа. Это был первый рабочий день недели. Ни один человек еще не знал, что будет у этого дня другое название, что весь мир узнает по этому дню о воскресении Мессии. И вдруг оказывается, что препятствий нет, что они были у нее только в воображении. Их вообще нет. Нет воинов, нет камня, но нет и тела. Вот главное препятствие, о котором она и не догадывалась. Понятно, интересный поворот мысли. Это Феофилак пишет. Полный тупик. Помните состояние Марии. Она никогда даже и не слыхала, чтобы мертвое тело куда-то исчезало. Зачем оно и для кого чему-то нужно? Нет того, нет другого. Но я тогда говорю, и нет самого главного, что она ищет, объекта любви. Меня даже епископы спрашивают, священники, как вы это могли так повернуть? Понятия не имею, она сама просто вышла. Она пришла, гроб-то пустой. Тел мертвых касались только при переворотах, когда сжигали кости лжепророков или при перезахоронении, при переезде. Случалось, что богатых раздевали в могилах гробокопателей, но здесь похоронен бедный плотник. У евреев особое было отношение к телам умерших или умерших. Даже если четыре года человек держал обед назарейства, то при прикосновении к мертвому этот срок пропадал, и нужно было заново начинать этот обед, ибо человек осквернился. Своих вождей уже казненных у врага они старались выкрасть и с почестью похоронить. Доказательство. Первое параллель поминут 10-12. И поднялись все люди сильные взяли тело Саулова и тела сыновей его и привели их в Иовис. И принесли их в Иовис. И похоронили кости их под дубом в Иовисе и постили семь дней. Числа 9-11-13. 19. 11-13. Кто прикоснется к мертвому телу какого-либо человека нечист будет семь дней. Сякий прикоснувшийся к мертвому телу какого-либо человека умершего и не очистивший себя оскверни жилища Господа истребится человек тот из среды Израиля ибо он не окроплен очистительной водой он не чист еще не чистота его на нем. Вот интересно вот мусульмане они готовят людей которым обещают рай и надо взрывать себя и молодежь идет и идет и идет туда ничего не сделаешь вот только на днях передали насколько достоверно не знаю 600 боевиков убили только и со всего мира к ним лезут и лезут бегут сколько армия ну там перечисляются там может быть 600 тысяч по всем они стран 10 уже захватили где там взрывают и ничего нельзя сделать ну вызвали специалиста одного как вы считаете ну как сделать то чтобы молодежь туда не лезла им платят деньги они домой присылают а потом умирают и тело дают его хоронят с честью это наш святой он говорит а что они больше всего не любят что они любят они свинья когда свинья вот вы уже знали это почему ничего не сделали а что нужно сделать как только он убит а вы стреляете ну конечно они стреляют и мы так вот родственники должны получить его режьте свинью обдирайте и заворачивайте его в шкуру свиньи а если в шкуру свинья никакого рая ему не будет и они стали делать 100 человек убили 100 свиньи эти убили завернули все больше а эти это стало известно и которые новые готовились бежать я я свиноед выходит и меня вот ни один не пошел больше все надо знать за столами дипломаты должны понимать простой способ свинью завернуть его а он не прикоснется нельзя нечистая и он нечистый погибла душа брат плащет нас и теперь они как огня боятся попасть туда чтобы они свиньи боятся то они не взрывов дальше жены шли умышленно на осквернение когда думали прикасаться к распятому а получили освящение и воскресение своих душ для вечности и для этой жизни как так как осквернение а как закон был один так привыкли мы что Христос это Бог они ничего этого не знали они любили учителя они пришли как к смертному человеку да он и был человек а к его телу прикосновение к его телу освящало он необыкновенный был Бог но они то этого не знали они шли на осквернение Агей 2.13 потом сказал Агей а если прикоснется ко всему этому кто-либо оскоренившийся от прикосновения к мертвецу сделается ли это нечистым и отвечали священники сказали будет нечистым вот надо знать где у Агея 2.13 понятно вопрос стоит ответ дальше люди покупали отдельные пещеры земли для захоронения своих близких у евреев к умершим относились с великим благоговением унесли кто ученики но они не могли подойти к могиле вот здесь будет загадка тысячелетий а она слабая женщина разрешила ее для других уже в течение одного дня ей первый в мире явится воскресший спаситель кроме того видят плат который был на голове как чалма Иоанна 27 и плат который был на голове не с пеленами лежащий но особо свитый на другом месте описывает что когда тело помазано такими составами то материя прикипает к телу и никогда не снимается с тела умершего ее можно только кусочками срезать а о том чтобы снять и свернуть это абсолютно невозможно если бы вор воровал то сидел ли бы он там и разматывал бы этот плат образно можно сказать так если бы вор залез в магазин и опасается сигнализации то он бы сидел и разворачивал каждую шоколадку из обертки как же пытались опровергать воскресение Иисуса враги по пыхах стали придумать басни Матфея 28 и сказали скажите что ученики его придя ночью украли его когда мы спали мы спали а мы знаем когда спали их казнили за это за признание что спали на посту уже грозили огромные неприятности как же можно было спать если доступ к охраняемому телу был только через дверь в скальном грунте в скальном в скальном грунте подкоп не сделать в одну ночь значит отваливали камень и делали это так бесшумно что тренированные воины которых меняли через каждые три часа спали как будто под наркозом Матфея 28 хотя я разбираю как его сделалось великое землетрясение ибо ангел господень сошедший с небес приступив отвалил камень от двери гроба и сидел на нем Марка 16 4 и взглянув видят что камень отвален а он был весьма велик разве воины знали учеников до этого и могли отличить их из толпы и тем более в ночи наспех придуманное лжесвидетельство то есть они говорят украли ученики а как они высчитали ученики не ученики они их не знали знакомы не были а почему назвали их учениками кто украл наспех придуманное лжесвидетельство было настолько компрометирующим против злобы и безумия иудеев что эти слова их не стоило опровергать как не желали они избавиться от большой опасности от большей опасности но так и впали в нее и в еще больше опасности быть вне царствия небесного оказались в первую очередь сами не могли же воины через закрытые веки видеть учеников если спали вообще никого не видели когда спали притом узнали что это ученики я разбираю сегодняшнее евангельское чтение и говорит что апостолы отсутствовали при гробе воскресения их вообще не было почему неужели из них ни один не додумался прибежать сам к этой пещере из евангелия мы уже знаем что женщина из которой Христос изгнал всем злых духов или более того или столько же пророков что она любовью превосходила всех вместе взятых учеников и любовь не позволила даже дождаться ей рассвета и она как на крыльях летела ее слова были столь страстными нетерпеливыми что видно что внутри ее сжигает одна мечта найти увидеть когда-то сам Господь спрашивал где же его вдруг Лазарь теперь этими же словами ищут его друзья что посеешь что и пожнешь это видимо и здесь вот соединить где Лазарь искали Христа такие слова это тоже находка Ивана 11.34 и сказал где вы положили его говорят ему Господи пойди посмотри я говорю Христос спрашивал где а где это известно сразу привожу местописание и чтобы люди не говорили что сказал Игнатий а это сказал Христос Христовые слова и надо показать где их тело правильно Иоанна 20.15 Иисус говорит ей жена что ты плачешь кого ищешь она думает что это садовник говорит ему господин если ты вынес его скажи мне где ты положил его и я возьму его кавычки открыты может быть от воинов его спрятал тела преступников относились с презрением они брошены были на съедение псам и птицам может и здесь так же поступили эти воины Голгоф это холм покрытый черепами казненных преступников даже сжигали бросали зверям и она только это могла подумать что если она замедлит то как обычно утром начнется активная жизнь в городе и нужно успеть предвосхитить спасти это тело объект ее любви и преклонения кавычки открыты может ты друг Назарянина ты любишь его но я люблю больше отдай его мне я его знаю давно и он для меня так много сделал целые тысячелетия пройдут и люди будут доказывать что плащаница это именно та самая которую видели в пещере погребения сына Марии интересно плащаницу это определили рост Христа там метр восемьдесят пять ну там можно было замерить но из тех времен она именно доказали это исследовали но что именно Христос это никак не доказывается это одна из величайших святынь которая хранится на потолке вот так потолок и сделали там как это прикрепки какие везде же воруют а вор туда не залезет чтобы своровали на потолке можно прийти посмотреть только я когда узнал это удивился как но если это воры только приходят зачем ее прятать тогда доказательств что это Христово даже тысячи доли процента нету как вот поезд Богородицы привозили никаких доказательств вообще никаких дальше и здесь совершается чудо в Марийной душе мы уже многократно слышали о ее этой встрече но как это ее преобразило во всей ее жизни об этом узнаем мы только из жития святых вот интересно у старообрядцев Мария если Мария имя то нельзя назвать Мария Мария только Божья это как Мария Мария оно что изменится ну как Бог Б-Г это то же самое ну Мария Мария все Марии но я так уж благоговею то я только Мария этого человека никто уже не мог узнать она покидает родину и как птица начинает облетать вселенную она не может успокоиться чтобы людям рассказать о великой радости о воскрешем спасителе это мой пришел спаситель Божий Сын я к ногам его пронзенным в раскаянии иду грех мой крови причистой смыть молю да смыть молю она всех людей звала туда на Голгофу зайдем на Голгофу мой брат там посланный Бога Мессия распят о правде святой проповедовал он больных исцелял а теперь он казнен пойдем перед ним где 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 наш призыв кого мы зовем туда на Голгофу поклониться Иисусу кому мы рассказали о том что гробница пуста а ведь с нами общаются фермеры близкие наши это потеряевки я говорю кому-то что-то продаем встречаемся почему мы дома заранее не разыгрываем маленькие сцены что вот тут продавец тут твой товар ты мог бы вот так сказать здесь напомнить о вечности Григорий Богослов рассказывает о своих соотечественниках что вот подходит женщина и спрашивает почем мясо а та отвечает цена сегодня по три обола в честь святой троицы и начинает сражаться за учение святой троицы забыв про это мясо все базары были наполнены диспотами Варвара великомученица меняет проект отца поклоняющегося луне и солнцу и делает в бане три окна в честь троицы и лучше и светлее будет то есть они видишь как вплетали везде всюду везде подчеркивали свое знание о Христе как единородном и равном отцу тогда приветствие крашенными яйцами имело только один смысл смерти воскресения как разрыв скорлупы для цыпленка и никаких писанок писанок раскрашивают и конечно только неиспеченное несваренное тогда какая жизнь когда сварили даже тут неправильно приветствует никаких выдумок зеленых яиц все было красным прекрасным новая жизнь по планете идет желает счастья каждому примирения с собой с ближними и главное с Богом происходит примирение через жертву Иисуса Христа люди говорят что пекут куличи а знаешь ли что кулич этот обозначает гробницу Христову конечно образ это далеко еще не истина мы счастливее тех женщин они еще сомневались а мы ни одной минуты не сомневаемся что он наш что он воскрес и смерть не могла его удержать в гробу ничего нет сладостнее дороже как то что Иисус воскрес это дает нам то что и нас ждет это Римлянам 7 11 если же дух того кто воскресил из мертвых Иисуса живет вас то воскресивший из мертвых Христа оживит и ваши смертные тела духом своим живущим вас воскресит и наши души господь не смотрит ни на грамотность ни на пол ни на рабство ни на свободу он смотрит на нашу к нему любовь Мария почему же ты оказалась первая любовь и она не позволила ей дождаться утра скажите где бы вы были сегодня если бы дух святой не коснулся вас и не призвал церковь свою когда вечером священник простирает руки и восклицает во свете твоему зрим свет то есть по благодати духа святого открывается вера и мы видим исходящий из гроба свет нетварный этот свет воссиял и в наших телах которые являются как бы гробом для души который грех умертвил тело наше теперь стало храмом духа святого отживотворенной благодати христовой аминь все так сколько 29 минут все точка поставь другой начинаем это большое аминь вы вы